Песня «Тогда будут предавать вас на мучения, убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется». Братья и сестры, нам дано право не только веровать в Христа, но и страдать за Него. Это наша привилегия, это то, что нам дано, это данность, это наша привилегия. Не только веровать, но и страдать за Него. Когда у нас совершается Вечеря Господня, то мы говорим, что тело Его ломимо. Оно ломимо две тысячи лет, и никогда не было времени или периода, когда тело бы Христа не было бы ломимо. То есть тело Его церковь, когда бы она не была гонимой. И ту информацию, которую я собрал, я использовал разные источники, чтобы показать, что тело Иисуса Христа и сегодня ломимо в тех гонениях и скорбях, которые претерпевают исповедники Христов во многих странах мира. Достаточно сложная тема, потому что мы не были в тех странах, о которых сегодня будет идти речь. Я там лично не присутствовал. Но у нас есть, я использовал таких четыре в основном канала информации, которые считаются достаточно надежными, которым можно доверять. Это есть такая миссия «Голос мучеников», которая собирает информацию о гонимых по всем странам мира. Есть такая известная всемирная миссия, называется «Опендорс», которая также ориентирована на гонимых христиан. Есть русскоязычный журнал под названием «Фонд Варнавы», который еженедельно рассылает информационные лески о гонимых христианах во многих странах мира. И еще я использовал некоторые личные контакты с христианами в разных странах, чтобы получить эту информацию или проверить эту информацию, насколько мне было возможно. Итак, братья и сестры, тело Иисуса Христа, оно всегда было ломимо. И если мы вспомним сразу во времена Христа, вот Господь был взят от земли, был послан Дух Святой на землю, времена Первопостольской Церкви, друзья. Кто был источником гонения на Первопостольскую Церковь? Иудеи. Иудеи. Это они побивали апостола Павла камнями, они возбуждали, они распяли Господа славы. Они были источником, вдохновителем гонений на Первопостольскую Церковь. От рук ревнителей иудаизма был убит первый наш мученик Стефан. Кто потом был источником гонений на христиан? После, когда Церковь стала благовествовать в Иудее, Самарии и по всей Римской империи, источником гонений на христиан были язычники. Римские императоры. Будешь страдать дней десять, и так истолковывают эти слова, что это десять императоров римских, которые десять гонителей, начиная от Нерон, Диоклетиан и до Константина, который дал некоторую относительную свободу и сделал христианскую религию императорского дворца. Десять римских императоров, которые влекли христиан в амфитеатры, в Колизеи, натравливали на них диких зверей и делали из этого зрелища. Христиане были брошены на съедение этим диким зверям. Они умирали там целыми семьями с маленькими грудными детьми и старики, но при этом хранили верность Господу до конца. И у нас есть немало таких историй, когда пастор, старичок, старец собирал паству, подрыкание голодных зверей, совершал молитву, и во время преклоненной молитвы рыкающие голодные звери набрасывались на эту толпу под рукоплескание и возбуждение радости, прилива эйфории римского императора и всех тех людей, которые вместе с ним наполняли трибуны Колизея. Использовали христиан в качестве живых факелов. Их сжигали в Риме. В Риме наслаждались вот этим зрелищем, когда христиан, привязанных обложенных соломой, поджигали, они горели, стонали, и запахом паленым многие километры, десятки тысяч христиан поджигались одновременно, и они освещали нейроновские сады. И это было зрелищем, когда они прогуливались под стоны, плачи, крики, вопли умирающих, стонущих и кричащих от боли христиан, которые предавали дух свой в руки Бога и молились, Господи, прости им и не вмини им греха. Смерть на крестах и кострах, она была зрелищем для языческих царей-императоров. Но, друзья, из этого костра выходило пламя пробуждения. Церковь не сокращалась, она умножалась. Она приносила еще больше плода, и именно в это время родился этот афоризм, что кровь святых – это семя церкви. Кровь этих мучеников – это было семя церкви. Вот так украшали римские дороги ведущим большим городам Римской империи, показывая всю свою силу, власть и могущество. Вот к этим крестам привязаны христовые исповедники, которые по приказу поджигали, они пылали. Друзья, десятки тысяч мучеников, убиенных, они ожидают этот торжествующий собор праведников на небесах. Мы с ними встретимся. Господь каждого из них исповедует имя перед ангелами. И у нас еще вечность себя впереди, чтобы с каждыми персонально, лично познакомиться, как они хранили верность Богу. От Авеля, первого праведника, до последнего мученика, перед закатом христианской истории, Господь всех прославит, всех исповедует, и мы со всеми познакомимся. Дальше, друзья, когда религия стала христианская, религия императорского дворца, кто был дальше источником гонений против живой церкви исповедников? Кто был источником гонений? Христианство, христианская церковь, которая изгонимой стала гонительницей. Католические, католическое, то есть вселенское в переводе, папский престол, вселенские соборы. Эта идея была распространить могущество на весь мир. Они считали себя, что у них ключи от апостола Петра, от Царства Божьих к католической церкви передано. И свое могущество они поддерживали инквизиции. Инквизиторы были во всех странах, во всех областных городах. И все, кто шли не в ногу, и все, кто не ослушались папскую буллу, или не покорялись вселенским собором, всех ждало, во-первых, знакомства с инквизитором, а затем, по решению инквизиторов, сожжение. И не только сожжение. Было 48 видов казни, а потом 96 видов казни, придуманных святой, непогрешимой вселенской католической церковью для тех, кого они называли сухая ветвь. Всякую ветвь, не приносящую плода, сжигают. Поэтому мы тебя, как еретика, бросаем в костер на основании слов Иисуса Христа. И миллионы, десятки миллионов исповедников Иисуса Христа были брошены в пылающие печи инквизиции на основании вот этих слов, которые именно так они интерпретировали. Всякую сухую ветвь бросают в костер. А ты сухая ветвь, раз ты не покоряешься папским буллам и решением Вселенской Церкви. Поэтому в Европе полыхали костры, и именно господствующая христианская церковь стала источником гонений на христиан в Европе. Япония. Распятие христиан, отказавшиеся признать императора единственным Богом и поклоняться Ему. Вот так исповедников Иисуса Христа, которые не поклонялись японскому императору, поджигали и умершляли тысячами. По сей день император японский у власти, по сей день ему уже за 80 лет он считается встретить императора японского, то же самое, что встретить Бога. И каждый из поклонников этого императора, смотря на него через пуленепробиваемое стекло, машет ему факелом, где изображено солнце, как божество солнца. Император равен божеству солнцу. И это буквально происходило накануне Нового года. «Прощание с последним императором Японии». За непоклонение этому божеству отнимали жизнь. Господу Богу Твому поклоняйся, и Ему одному служи. И Ему одному служи. Цена поклона. Англия. Вот так христиан, вот на этой гравире нарисованы, как христиан связанных, ведут в Лондон на суд. А за что судили Джона Буньяна? За что он отсидел чуть больше 10 лет в тюрьме? А за то, что он не захотел быть зарегистрированным пастором, проповедником. Он отказался от регистрации, от лицензии. В то время было издано решение такое, что без регистрации, без лицензии ты не имеешь права проповедовать. Только нужно иметь соответствующий сертификат, удостоверение. А он говорит, что Дух Святой Его, Господь Его призвал к этому служению. Ему не нужно подтверждения и никакие свидетельства и удостоверения от власти имущих, духовной или светской власти, за свою вот эту покорность Господу и непокорность англиканской церкви. Он больше 10 лет провел в тюрьме, но с пользой. Во время этого пребывания в тюрьме он написал «Путешествие Пилигрима». Эта книга переведена после Библии на самое большое количество языков в мире. Итак, христиан, христианская Англия связывала христиан, вели на суд и предавали их различным казням. Я был в городе Оксфорде, где обозначены на камнях крестами те места, где Кровавая Мария сжигала епископов-христиан. Это за свои 5 лет она уничтожила больше христиан, чем за всю историю англиканской церкви. Она тоже принадлежала католической церкви. Еретиков сжигали на кострах за верность Христу и Евангелию. Ну, если дальше перейти, друзья, к XIX веку, то мы увидим, что источником гонений в России была православная церковь. С сектантом, как они называли евангельских христиан, баптистов, менонитов, евангелистов, штундистов, им не разрешалось хоронить умерших на православных кладбищах. Их браки не были зарегистрированы, их дети были незаконно рождены, у них не было свидетельства о рождении, метрики о браке. Они ни на что не имели прав, это были очень большие трудности. Для них были приготовлены герусы, природная тюрьма в Армении, где они с семьями ссылались и там умирали от холода и голода. Огромное количество христовых исповедников претерпели мученическую смерть в России от рук господствующей православной церкви, которая была в то время могущественной. И вот это евангельское движение восприняли как вызов для своих господствующих позиций. 20 век. Ну все думали, что с приходом советской власти, с подписанием декрета об отделении церкви от государства что-то произойдет. Даже президент Всемирного Союза Баптистов Мак Артур поздравил временное правительство Милюкова о том, что вслед за уходом кайзера в Германию ушел дом Романовых в России, и мы радуемся приходу века демократии в России, и они с этим, баптисты всего мира, связывали большие надежды. Но вслед за этим началась Гражданская война, потом так называемое Десятилетие, Золотое Десятилетие, а затем начались, вот в этом году мы будем отмечать, в 29-м году, ровно 90 лет тому назад, в апреле месяце, было принято законодательство религиозных культов, которое 60 лет лишало свободы, имущества, жизни, и взрывали храмы, лишали имущества христиан, и длинными вереницами исповедники Христова были направлены до самой Колымы. И Тройки, и Соловки, самые отдаленные места, друзья, самые далекие острова были предназначены для исповедников. Уже в 23-м году на Соловках отбывали сроки заключения наши братья. Вот это фотография из Соловецкого этапа, как гонят этап на Соловки. В 23-м году там был организован первый концлагерь. В 30-х годах уже, к 37-му году ближе уже действовали по всему Советскому Союзу так называемые Тройки, которые без суда и следствия лишали жизни, и в день Московская Тройка рассматривала от 300 до 500 дел. От 300 до 500 вот таких справок подписывалось расстрелять. Вот видите слово, расстрелять. Орлова, Александра, за что? За то, что будучи священником, обвиняется в том, что вел контрреволюционную агитацию против советской власти, агитировал вводить детей в церковь. Расстрелять за то, что агитировал вводить детей в церковь. Детей надо вводить в церковь. Детей надо учить. Слову Божьему. Братья и сестры, по сей день, несмотря на то, что у нас есть правозащитные организации, которые рассекречивают, изучают материалы уголовных дел в 30-х годах, неизвестна эта цифра точная, сколько служителей Божьих было лишено жизни. У Георга Петровича Винца есть такая цифра. 26 тысяч евангельских христиан и баптистов в те годы не вернулись из тюрьмы. Я не могу эту цифру проверить. Думаю, что она заниженная. Думаю, что эта цифра гораздо больше. Потому что в то время Союз Баптистов насчитывал 250 тысяч членов. Союз евангельских христиан насчитывал еще более членов. Это значит полмиллиона членов церкви. Исчезли два союза. И я думаю, что это слишком заниженная цифра. Мучеников было гораздо больше. Ну, друзья, наступил 21 век. Ну, что мы сегодня видим? Какая ситуация сегодня? Мы уже подошли ближе к нашему времени. Так вот, голос мучеников, Опендорс и фонд Варнава пришли к заключению, что на сегодняшний день обозначено на карте мира 50 стран, где преследуются христиане. И в первой десятке стран, где смертельную опасность представляют страны для христиан, затем еще два десятка стран, где очень сильные гонения, и еще несколько десятков там, где заметные гонения, но не смертельная опасность. Так вот, в первую десятку стран, где смертельная опасность для христиан, Это Северная Корея, Афганистан, Сомали, Судан, Пакистан, Эритрея, Ливия, Ирак, Йеймен и Иран. Я хотел бы о некоторых странах, но я искал информацию за этот год, что в этом году там происходило. Ну и по мере того, сколько удалось собрать информацию, хотел бы с вами немножко поделиться, чтобы информация была более-менее свежей. Так вот, по имеющимся сведениям из этих организаций, я нашел, что за прошедший 2018 год 3066 христиан были убиты. 1250 человека были похищены. Что значит похищены? Ну, например, миссионеры из Южной Кореи содействуют христианам в Северной Корее. И они занимаются очень опасным делом. Они принимают беженцев из Северной Кореи, трудоустраивают их в Китае, обучают, одевают, обучают их Слову Божьему. И эти люди, которые оказывают помощь беженцам из Северной Кореи, они все на списке у секретных служб Северной Кореи. И я в прошлом году встречался с одним из пасторов Южной Кореи. Он говорит, из нашей миссии похищены три сотрудника. Они исчезли, и мы не знаем, где они находятся. Мы думаем, что это дело рук секретных служб безопасности Северной Кореи. То есть их похищают, и они исчезают навсегда. И где-то в лесах закапывают, убивают. Бесследно. Это дело спецслужб. Раз вы оказываете помощь гонимым, вы в черном списке тех спецслужб, которым вы переходите дорогу. То есть 1252 человека похищены и исчезли бесследно. Среди них множество пасторов. Кто является гонителем христиан? Государственные власти являются вдохновителями этих гонений, создавая соответствующие законы. Это Северная Корея, Эритрея и целый ряд других стран можно назвать. А также религиозные экстремисты. Это так называемая организация ИГИЛ, исламское государство. Вот эти экстремисты действуют в таких странах, как Сирия, Ирак и Египет. Есть много различных религиозных экстремистов, которые пытаются уничтожить и верных исповедников Иисуса Христа. Несколько хотелось бы рассказать по мере имеющихся у нас сведений о такой стране, как Северная Корея. Где она находится? Я думаю, все знают об этом. Северная Корея граничит с Южной Кореей и с Китаем. Она находится ближе к Дальнему Востоку. Кстати, в нашей стране по межправительственному договору работают 120 тысяч северокорейцев на стройках, в том числе в Москве. Что мы делаем для евангелизации северных корейских граждан? Мы их рассматриваем как миссия, как наше поле для евангелизации. В Северную Корею нас Библии не пустят. Библия там запрещенная книга. Но они в Москве работают на стройках. А мы усматриваем, что это наша возможность. Население Северной Кореи 25 миллионов человек. Я встречался с пастором Южной Кореи, который родом из Северной Кореи, мне рассказал очень несколько важных подробностей. Там в стране нет свободного передвижения. Страна поделена на три зоны. Первая зона – это Пхеньян, столица, где живут только завербованные, проверенные, лояльные по отношению к этому режиму люди. Там незавербованных людей нет. Там люди, военная элита, политическая элита, там люди, которые обслуживают политический строй. Дальше есть средняя зона, где люди живут нейтральные к политическому строю, но их не пускает Пхеньян. Для того, чтобы попасть в Пхеньян, надо получить специальный пропуск разрешения. Надо показать спецслужбе, на каком основании ты хочешь в столицу попасть, для какого дела. Ты должен получить разрешение специально приехать в столицу. Это удостоверение проверят. Есть третья зона – это там, где все религиозники живут, все враги государственного строя, как считают все люди верующие, это в числе врагов. И вот эта третья зона – так называемые трудовые лагеря. По имеющимся сведениям, там находятся до 70 тысяч христиан. В этих трудовых лагерях находятся до 70 тысяч христиан. То есть проходят рейды, проверяют Библию, иметь в Северной Корее смертельно опасно. Что делают тайные наши христиане в подполе, живущие в Северной Корее? Они Библию разбирают по листочку и распределяют между собой. Вот я листочек, у тебя листочек. Потом через неделю встречаются, меняются листочками. Но так как мой листочек ко мне больше не вернется, я его должен не только прочитать, а выучить наизусть. Потому что он ко мне больше не вернется. Поэтому они дорожат каждым листочком из Слова Божьего, обмениваясь листочками. Библия – это смертная казнь, если ее найдут. Дальше. В Северной Корее нет такого понятия, как личная семейная тайна. На окнах не должно быть штор. Все общество поделено на 10 человек, на десятников. И у каждого десятника есть ключи от твоего дома и квартиры. И он имеет право войти и проверить, чем ты занимаешься, что читаешь, что слушаешь в любое время дня и ночи. Вопрос – как в этих условиях существует церковь? А она есть. И пастор из Южной Кореи мне говорит, что мы со своей стороны создали христианскую радиопередачу для Северной Кореи. Но у них нет радиоприемников. У них все радиоприемники в Северной Корее настроены только на одну частоту, только на одну волну правительственную. Мы каждый год туда по своим нелегальным каналам передаем 5000 радиоприемников, маленьких, портативных, настроенных на христианскую волну, чтобы слово веры могло в них поддерживать живую веру. Чтобы вот эти наши христианские радиопередачи поддерживали в них веру. И христиане Северной Кореи хотят слышать христиан гонимой церкви в России. Ваши истории о ваших гонениях, как вы переживали узы, страдания за Христа, сильно вдохновляют христиан в Северной Корее. Говорят, передайте нам материал на 10 передач. И мы хотим, чтобы ваши истории, жизненные истории, вашего гонимого братства, они были бы известны гонимой церкви в Северной Корее. Мы передали. Подготовили эти 10 радиопередач, передали. Эти материалы переведены на корейский язык, и они вещаются на Северную Корее. Так что в этом году немножко пришлось еще и посотрудничать с христианской радиомиссией, которая занимается этим таким необычным служением. Но в Северной Корее действует такой закон. Если ты убежал за границу, то арестовывают всю семью, как членов семьи врага народа. Вся семья заключается в трудовой лагере, как члена семьи врага народа. Пока твой родственник не вернется в Северную Корею. Друзья, и в этих условиях там церковь есть. Это наше братство во Христе. Это тело ломимо Иисуса Христа. Там есть исповедники, которые тайно собираются, часто просто сидят на лавочках в парке, обмениваются буквально несколькими фразами, знают друг друга по имени. Друзья, культ личности в Северной Корее. Идеология Чучхе, которая является опорой на собственные силы. Все, в каждом городе есть портреты вот этих двух вождей, в каждом метро, в каждом кафе, в каждой поликлинике. Везде, везде есть два портрета, которым все северокорейцы должны протереть от пыли. Там у них есть своя священная тряпочка и имеют право поклониться с трепетом произносить их имена. И никому больше кланяться нельзя, кроме как этих двух товарищей. Корейская Народно-Демократическая Республика. Государство в Восточной Азии. Население 25 миллионов человек. Это самая закрытая страна в мире. Официальной идеологией государства является Чучхе, суть которой – опора на собственные силы. Эта идеология заставляет граждан поклоняться, как богам, первому вечному президенту страны, солнцу нации Ким Ир Сену и его сыну, вечному генеральному секретарю Ким Чен Иру. Руководство КНДР ведет атеистическую пропаганду и решительную борьбу с ревидией. В настоящее время в столице страны Пхеньяне четыре церкви. Две протестантских, одна католическая и одна русская православная. Они жестко контролируются государством и являются скорее картинкой для внешнего мира о якобы существующей в стране свободе вероисповедания. Но в Северной Корее есть и подпольные христианские церкви. По некоторым оценкам, количество верующих в стране может достигать до 400 тысяч. КНДР вот уже 14 лет возглавляет список государств, правительства которых наиболее жестко преследуют христиан. От 50 до 70 тысяч верующих находятся в трудовых лагерях, где отбывают чаще всего пожизненное заключение. И подвергаются изнурительным работам, жестоким пыскам и внесудебным казням. Вся их вина – это то, что они христиане. Причем наказанию часто подвергаются и родственники осужденного. Быть учеником Христа в Северной Корее – это по-настоящему нести свой крест. И несмотря ни на что, церковь живет. Один христианин, который смог выбраться из Северной Кореи, сказал, «В Северной Корее у нас нет ни благ, ни свободы, но мы имеем Христа. Нам этого достаточно». Итак, Северная Корея – это страна, она остается самым опасным местом в мире для исповедания христианства. В трудовых лагерях, по информации голоса мученика Йопендорс, находятся до 70 тысяч верующих. Библия запрещена. Тайные христиане в Северной Корее селятся вблизи границы с Китаем и последователей Христа арестовывают, если их обнаруживают. Следующая страна – это Пакистан. Население Пакистана, вот эта страна находится, она граничит с Ираном, Афганистаном, Индией, Непалом. Эта страна насчитывает 208 миллионов человек, столица Исламабад. В Пакистане 98% населения исповедующих ислам. Одно интересное событие произошло именно в этом году. 7 ноября этого минувшего года Верховный суд Пакистана отменил смертный приговор Асии Биби – это мать пятерых детей – и снял с нее все обвинения. Христианка Асия Биби в 2009 году в Пакистане была приговорена к смертной казни через повешение по статье за богохульство. И поводом ареста послужило то, что христианка выпила воду из мусульманского колодца и осквернила его. И после 9 лет, проведенных в тюрьме в одиночной камере в пакистанской тюрьме, она оказалась на свободе по ходатайствам очень многих христианских организаций и международных в том числе. 9 лет христиане молились и ходатайствовали об ее освобождении, и Верховный суд Пакистана отменил приговор. Двое правозащитников в Пакистане – это адвокат Асии Биби и мэр города – они были убиты лишь за то, что отстаивали права христиан и свободу этой многодетной матери Асии Биби. Заступничество христиан во многих странах мира спасло ей жизнь. Ходатайство, молитва и заступничество предотвратило смертную казнь. В закладе Human Rights Watch говорится, что смертной казни за богохульство ожидают в стране не менее 16 заключенных. Еще 20 человек отбывают пожизненные сроки. Среди них Асия Биби – простая крестьянка из Итанвали, крошечной деревушки в провинции Пенджаб в центре Пакистана. В июне 2009 года Асия Биби, которая работала 14 июня 2009 года на сборе ягод в деревне Итанвали в округе Шаххупура, выпила воды из мусульманского колодца. Работавшие с ней другие женщины-мусульманки обвинили ее в том, что она осквернила воду. Асия отрицала свою вину. Спор имел религиозный оттенок. Через пять дней, думая, что ситуация успокоилась, она снова пришла собирать ягоды, поскольку ее семья остро нуждалась в дополнительных деньгах. Разъяренная толпа напала на нее с обвинениями. Обвинения приросли в побои. Подъехавшие полицейские увезли Асию в тюрьму по обвинению по статье 295 части С Пакистанского уголовного кодекса. В ноябре 2010 года судья Мухаммед Навид Икбал в суде Шаххупура провинции Пенджаб приговорил ее к смертной казни через повешение с одновременным штрафом на сумму эквивалентную в 1100 долларов США. Позже Асия вспоминает. Судья поймал молоток и с силой опустил его на подставку. Эхо разнеслось по всему залу, и не успело оно стихнуть, как толпа взорвалась овацией, поддерживая это решение. Я заплакал. Я была одна против всех, под охраной двух полицейских, по лицам которых было видно, что они тоже довольны приговором. И некому было разделить со мной скорбь. Ни адвоката, ни семьи не было рядом. Так что я обхватила голову руками и проливала их слезы, не в силах больше видеть всех этих людей, исполнив их ненависти и рукоплещущих тому, что бедную крестьянку обрекли насмерть. Теперь я их не видела, но все еще слышала, как они хлопали, поддерживая судью Навида Икбала. «Казнить ее! Казнить! Аллах Акбар!» Я подняла глаза. Все было как в тумане. И все же я увидел, какой радостью лучились лица проповедников, пришедших специально, чтобы поприсутствовать на моем процессе. Когда они встали с кресел, бурлящая толпа все еще продолжала аплодировать. Те, кто жаждал зрелищ, получили, чего хотели. Вскоре здание суда заполнилось восторженной ордой, которая сносила двери и скандировала «Отомстим за пророка! Аллах Велик!» В связи с обвинениями Аси и Биби, министр по делам меньшинств, христианин Шахбаск Пхатти, внес предложение о пересмотре закона о богохульстве и возглавил комиссию по рассмотрению вопроса об изменении этого закона. Моментально он сам стал обвиняемым в богохульстве рядом исламских организаций. Лашкор и Тойба, крупнейшая в Юго-Восточной Азии, вынесла в фетву о его возможной смертной казни. Маджилис Ахрар и Ислам предложила министру прикрыть рот и не критиковать больше данного закона. Духовный лидер Ахмед Миан Хаммади также обвинил министра в богохульстве и пригрозил обезглавливанием. В итоге федеральный министр по делам меньшинств Шахбаск Пхатти был убит, отстаивая право христиан и свободу Асии Биби. Он был католиком и единственным христианином в кабинете министров Пакистана. Ранее был убит также губернатор Пинджаба, мусульманин Хсалман Тасир, который публично заступился за нее и лишился жизни за это. Губернатор инициировал кампанию по защите Асии Биби. 4 января, когда дебаты по поводу пересмотра закона находились в самом разгаре, Тасир был застрелен одним из сотрудников его охраны. Шахбасп Пхатти оказал большую поддержку семье Биби, предоставив им жилище и охрану. После его убийства его дело продолжил брат. Ашик Масих, муж пакистанской христианки Асии Биби, рассказывает, что после ареста они были вынуждены переезжать с места на место, потому что им постоянно угрожают. Мы живем в подпорье, это очень тяжело, особенно для детей. Они не могут нормально привыкнуть ни к какому месту и нормально учиться. Это ужасно, потому что мы живем с постоянным чувством страха. Братство любите. Вот оно, братство наше Христово в Пакистане. Вот что страдают сегодня простые женщины за простое исповедание своей принадлежности Господу Иисусу Христу, за то, что они вот в этих огромных странах мусульманских идут не в ногу, исповедуют не то, что они и не скрывают свою веру, и не молятся под одеялом, а исповедуют имя Иисуса Христа открыто со всяким дерзновением, друзья. Это очень важно. Кто постыдится меня в мире, всем того и я постыжусь. Кто исповедует меня, того и я исповедую перед ангелами, друзья. Но исповедание влечет в этих странах смертную казнь. Китай. Население в Китае 1 миллиард 386 миллионов человек. Столица Пекин. С 1950 года в стране основная религия – это атеизм. Сегодня там Коммунистическая партия у руля. И председатель Коммунистической партии, сегодняшний правитель, объявил план шестилетки, чтобы до 2023 года выявить и ликвидировать все незарегистрированные домашние церкви в три этапа. Первые два года – это добровольная регистрация домашних церквей. Вторые два года – это принудительная регистрация. И третьи два года – это ликвидация независимых церквей. Что они будут с ними делать, расстреливать, убивать, я не знаю. Но план очень четко работает. Все государственные службы нацелили на то, чтобы сегодня под влиянием административного нажима загнать в регистрированные дома молитвы все домашние церкви. А это миллионы христиан, маленькие группы, от 10 до 50 человек собираются по всему Китаю, особенно в южной его части, вот в этих домашних церквах. Сцены вроде этой становятся обыденными при правлении пожизненного президента Китая Си Цзиньпина. Обломки бетона и несколько стульев – вот все, что осталось от домашней церкви в провинции Хэнань. Эта церковь полностью уничтожена, сами видите. На протяжении многих лет здесь поклонялись Богу 100 китайских христиан. В прошлом январе чиновники с помощью бензопил уничтожили церковь. Они забрали Библии и компьютеры, а также арестовали несколько человек, включая 14-летнюю девочку. Китайские власти говорят, что эта церковь была нелегальной, незарегистрированной и не являлась частью Государственного Патриотического комитета исповедующих христианство. Организация China Aid документирует гонения и помогает их жертвам. Боб Фу говорит, что президент Си запускает новую волну гонений на христиан. Мы видим, как насильно уничтожают церкви, а христиан приговаривают к 10-13 годам за то, что они организовывают мирное поклонение у себя дома. Вот, например, информация, которую мы получили в декабре и в ноябре этого года, прошедшего свежее, накануне Рождества 2018 года власти Китая провели целую серию рейдов с задержаниями и обысками в домах верующих членов независимых, незарегистрированных подпольных христианских церквей. Служитель, пастор церкви Цзинь Минджи отверг требование власти установить в своем подпольном приходе видеокамеры, камеры видеонаблюдения, чтобы власти могли видеть всех приходящих. Он отказался. Сказал, что камер видеонаблюдения быть не должно. В результате власти Китая ликвидировали эту большую крупные подпольные приходы в районе Пекина. Власти Китая усматривают в независимых религиозных общинах угрозу своему авторитету и стабильности коммунистическому строю. Власти рекомендовали христианам ходить в зарегистрированные церкви патриотического движения трех автономий. В свое время объединившие ряд протестантских общин и групп католиков, готовых к сотрудничеству с коммунистическими властями страны. Патриотическое движение трех автономий распространяет не подлинное Евангелие, а идеи любви к партии и стране. Это богослужения, на которых совершаются молитвы за коммунистическую партию, за процветание нашей земной Родины, молитва за вождей, патриотизмом занимаются, и там, в общем-то, Евангелия нет. И тотальный контроль за всеми пришедшими и ушедшими, особенно за иностранцами. Ну, мы эту систему, мы знаем, как она работала в Советском Союзе, ну, примерно такая система и там работает. И те, кто отказываются туда идти, на них вот взят особый курс на их ликвидацию. И китайские власти хотят, чтобы христиане страны посещали только благонадежные, зарегистрированные дома молитвы, там, где все под их контролем. Пастор Ван, что произошло в церкви служителя незарегистрированной общины пастора Вана? Он был арестован вместе со своей женой 9 декабря 2018 года в ходе рейда в городе Ченчжу, столице провинции Сычуань. Вскоре были задержаны еще по меньшей мере 100 христиан этой церкви. Служителю и его жене приявили обвинение в подрывной антигосударственной деятельности. 9 декабря полицейские пришли с обысками не только в церковь и школу воскресную, но и в дома некоторых верующих. Многие из них оказались под домашним арестом, за другими установлена постоянная слежка, все дома молитвы закрыты, верующие собираются в парках, в лесах и на природе. Затем 15 декабря десятки полицейских сорвали урок для детей в церкви, они конфисковали 4000 экземпляров Библии, церковные имущества, записали имена и домашние адреса членов церкви, также изъяли у них все мобильные телефоны. Через двое суток после ареста пастора Вана церковь опубликовала его письмо, которое он написал заранее. И в этом достаточно обширном письме есть такая мысль. Как пастор христианской церкви я должен открыто и категорически осудить зло. Мое призвание требует без применения насилия не повиноваться людским законам, которые противоречат Библии и воле Божьей. И вот таких вот четыре листочка есть, я просто перевод был небольшой его фрагмента. То есть пастору Вану и его жене, который является родителями 11-летнего сына, грозит до 15 лет тюрьмы по статье о призывах к подрыву основ государственной власти. Это одна из самых тяжелых уголовных статей в Китае, которую часто используют, чтобы заставить религиозных диссидентов замолчать. Кстати, сроки там сталинские, до 25 лет тюремного заключения. И, кстати, условия заключения там намного жестче, чем при Сталине. Если человек попадает на 20 лет тюрьмы, то за 20 лет ни одного свидания, ни одного письма, ни одной передачи продуктовой, и жена не знает, где муж отбывает срок заключения и жив. Если он умрет, ей сообщат, ваш муж умер, но тело не выдают. В таких условиях находятся сегодня многие узники в китайских тюрьмах. Вот есть удивительная книга, она, кстати, переведена на русский язык, называется «Лилия среди терни». Так вот, в этой книге собрана информация, свидетельства, интервью, репортажи о многих узниках китайских домашних церквей. Вот этот брат отбыл в тюрьмах 20 с лишним лет заключения. И когда он освободился, он сообщил своей жене, что я освобожден. Жена приехала на вокзал встречать мужа. Это был единственный поезд, который шел с тех мест, где он бывал в срок заключения. Но так как жена его за 20 лет не видела ни разу, и он свою жену не видел, они друг друга не узнали. Он прошел мимо нее, он пришел домой, а она осталась его ждать там. И когда он пришел домой, она пришла. И она увидела его в своем доме и догадала, что это ее муж. За 20 лет вот так сильно он изменился, что они друг друга не узнали. И она рассказывает, там свидетельства его жены есть, что говорит, у меня было семеро детей, моя зарплата в июанях, это было 3 доллара в месяц. И я должна была на эти 3 доллара содержать семерых детей, но я из каждой моей зарплаты сначала десятину откладывал для пожертвований, а на 2 доллара и 70 центов содержала семью из семерых детей. Но, говорит, Бог послал ангела, который поддерживал нас материально. Приходили конверты, почтовые переводы, приносили нам продукты. И когда мы спрашивали, кто вы, они говорили, не спрашивайте, кто мы. Нас, говорит, Бог послал к вам. И все 20 лет приходили эти конверты, продуктовые посылки и денежные переводы. И мы, говорит, имели возможность испытать на себе, что значит Господь пастырь мой. Удивительное свидетельство. Кстати, ее голос тоже у нас есть. Я покажу небольшой документальный материал, как свидетельство об этой удивительной семье. К концу 70-х христиан начали выпускать из тюрем. Ален Юан, Пекин. Я был так рад, что еду домой. Я сел на скорый поезд. В 12-м часу вечера поезд приехал в Пекин. Говорит его жена, Лиан Хуйчжен. Наша старшая дочь с мужем, и наш третий сын, и я быстро поели и отправились на вокзал. Там было темно. Трудно было что-то увидеть, у нас устали глаза. Мы все разошлись по платформе. Мы не видели друг друга. Мы смотрели, пока все не ушли. Мы не нашли его. Меня не было больше 20 лет. На мне были черная куртка и брюки, большая меховая шапка и ботинки. Они не могли узнать меня. Ален Юан поехал на автобусе в Байдасы, откуда его забирали, но не мог найти свой дом. Я огляделся по сторонам. Куда идти? Я стал звать жену. Я не знал, куда она переехала. В 58-м году мы жили в Фуинтане. Нового адреса я не знал. Моя третья невестка ответила. Она поехала кого-то встречать. Я сказал, «Меня!» Я же никогда не видел своей невестки. Ни одной из них. Старшему сыну было 17 лет, когда меня забрали. Госпожа Юань с детьми вернулась с вокзала, печальная. Я увидела свет в своей комнате, и я подумала, «Неужели?» Я побежала по ступенькам и раскрыла дверь. Он сидел и мыл ноги. У него была остреженная голова. Он был такой радостный. Я потеряла дар речи. Он сказал, что ему на дорогу дали 60 юаней. Я все никак не могла слово сказать. Он был истощенный. Я не знала, что говорить, но я была так рада и так благодарна Богу. Обычно, если приговор пожизненный, люди домой не попадали. Неверующие говорили, что мне просто повезло. Но это не было везением. Я дитя Божье. Мы возблагодарили Бога. Я не верила даже, что Он вернется. Оказалось, что в тюрьме было легче пережить культурную революцию. Иначе его бы убили. Я так благодарна Богу за это. Когда он вымыл ноги, он сразу пошел спать. Я убралась и приготовилась пойти на следующий день на работу. Позади было 20 лет тюрьмы, но Ален Юань знал, что жене на воле было гораздо тяжелее, чем ему. 20 лет меня не было, а ей пришлось одной поднимать детей. Когда его забрали, нас осталось 8, свекровь и 6 детей. У меня не было работы. Когда я нашла работу, я зарабатывала 80 феней в день, то есть 24 юаня или 3 доллара в месяц. 3 юаня десятины, оставался 21 юань. Как же нам восьмерым было прожить на такие деньги? Я молилась. Бог, это Твоя воля, и я ничего не буду говорить. Я только прошу, помоги нам не обесславить Тебя. Дети не жаловались. Я им часто говорила, что отец сидит не из-за преступления. Детям было трудно. Одного сына прозвали Зайцем. Он брал в школу на обед кукурузу. Он спросил, не могу ли я купить ему булочку хоть один раз? А я не могла. Если бы я ему одному купила, нужно было бы всем, а на шестерых денег не было. Однажды семья обеднела до предела. Есть было вообще нечего. Было поздно, около 11 вечера. Я молилась. У нас на завтра ничего нет. Ни риса, ни муки, ни денег. Если ты не поможешь, у нас будет одна вода. На утро кто-то постучал в дверь. Только я закончила молиться, я открыла дверь. Это была пожилая женщина за 60. Я не знала, как ее зовут. Я спросила, но она сказала, не спрашивай моего имени. Дух Святой меня послал. У меня есть кое-что для тебя. Она дала мне пакет. Я его открыла, когда она ушла. Там было 50 юаней. Это были большие деньги. Я смогла купить муги, угля, еды. Однажды в семью Юань пришла девочка с тремя пакетами. Она сказала, большой пакет можете послать дяде Юаню, средний отдать нуждающимся, а маленький для вас. Я спросила, как тебя зовут, моё дитя? Не спрашивай, она сказала, мама не хочет, чтобы я говорила. В эти тяжкие 20 лет великая любовь свыше и от этих людей вокруг поддерживала эту хрупкую женщину и её семью и телом и душой. Это было поразительно. Каждый день приходили деньги по почте с кодом 1078 или 1056. Я ответила, я получила деньги и надеюсь с вами встретиться, писала я. Я вас не знаю, но благодарю за вашу любовь. Через два дня письмо вернулось с ответом, что такого адресата нет. Деньги слали каждый месяц более 20 лет. Соседи спрашивали, как же тебе радоваться с такой жизнью? А они не понимают, я понимаю. Мне давал силы Господь. Верующие Китая, друзья, молятся на коленях, переживая там особые трудности. Вот видите, коленопреклонённая молит. Домашняя церковь в каком-то гараже, в каком-то автосервисе. Вот все стоят на коленях. Когда трудности, друзья, стоят на коленях. Знаете, как-то немножко непривычно видеть, когда люди сидя молятся. Ну, слава Богу, это не у нас. Хотя и в тех странах, где уже сидя молятся, тоже когда-то стояли на коленях. Тоже когда-то молились на коленях. Господь преклонял колени. Апостол Павел говорит, я преклоняю колени мои перед Господом. Господь в Гефсиманском саду преклонял колени. Пресвитер домашней церкви в Китае сказал, не молитесь о том, чтобы в Китае прекратились гонения. Молитесь, чтобы Господь дал нам сил все преодолеть и остаться верными до смерти. Недавно, я когда был в Америке, мне один брат, служитель, говорит, мы из двух пасторов домашних церквей, двух китайцев привезли в Америку, возили их по разным штатам, показывали многотысячные церкви, где они имели возможность участвовать, и в конце их путешествия по разным штатам Америки, в конце, прощаясь с ними, спросили, какое ваше впечатление, какая свобода, как у нас все хорошо, какое у вас впечатление. Говорит, я один из этих пасторов сказал так, я, говорит, удивляюсь, как вам без Духа Святого удается собирать тысячи людей. Вот я лично познакомился в этом году с этим пастором, пастор Ли, он отбыл в тюрьме 11 лет, я попросил его, чтобы он написал, в какие годы он сколько сидел, вот мне он, собственно, ручно писал на бумажке эти годы, отбытые в заключении, я сложил, у меня получилось 11 лет. А вот еще он написал мне на бумажке текст Бог возлюбил мир. Так вот, он отбыл в 11 лет заключения, и его держали в цепях прикованы руки и ноги в цементном полу полгода. И он говорит, что цепь на руках натерла ему так сильно, что кровоточилась постоянно раны на руках, и он говорит, я зубами отрывал кусочки от моей робы или там майки или одежды, и чтобы подложить туда между цепью и между костями, да, чтобы не, ну, не терла металл кровоточащую раны, чтобы тряпочки подложить, чтобы кровь не сочилась. И когда он освободился после 11 лет заключения, у него его освободили по так называемому полицейский надзор. А это означает две видеокамеры. Одна при входе в дом, там во дворе, чтобы было видно, кто зашел, кто вышел, а вторая в спальной комнате, чтобы было видно, что он спит, что постоянно всю ночь контролирует, что он лежит. Ночью лежит на своей кровати. Есть еще такая страна Мьямна. Это бывшая Бирма, государство в Юго-Восточной Азии. Оно расположено в западной части полуострова Инда-Китай. С одной стороны Таиланд, Китай, с этой стороны Индия. Население здесь 53 миллиона человек. Основная государственная религия или подавляющее большинство здесь находится буддистов. Буддизм это основная религия, статуи Будды высотой сто и больше метров и золота, драгоценных камней, они везде возвышаются. Больше тысячи богатейших буддистских храмов и здесь в этой стране есть 3% христиан. Что произошло в этой стране? По информации из миссии «Голос мучеников» власти в этой буддийской стране Бирме Мьянме недавно приняли закон, запрещающий буддистам нанимать христиан на работу и сдавать в аренду или продавать что-либо христианам. От 13 декабря прошедшего года из-за этого закона верующие не могут больше покупать себе еду и каждый день деревенские власти оказывают давление на христиан чтобы те вернулись к буддизму обещая что если они это сделают то смогут снова покупать продукты питания. Один христианин сказал властям «Моя вера это не игра мы были крещены сознательно мы верим во Христа на 100% и мы умрем веруя мы умрем веруя если даже не позволите нам покупать хлеб мы умрем веруя недавно буддистский продавец продал банан христианину его задержали на 3 дня продавца и оштрафовали на сумму 65 долларов позже этот продавец решил стать христианином попросив другого верующего обучать его Библии и крестить его потому что он увидел что буддисты ошибаются молитесь чтобы этот человек возрастал и твердо держался своей верой несмотря на преследования с которыми он вероятно столкнется молитесь чтобы все верующие в деревне любили тех кто их преследует вдохновляя других буддистов узнавать больше об Иисусе вот представьте себе такая ситуация ни в одном магазине никто не имеет права тебе ничего не продать не сдать в аренду не купить у тебя ничего до тех пор пока ты не отречешься от Христа вот для них друзья по сути это уже великая скорбь и как выживать вот мы видим такой документальный снимок на плоту на лодке глава этого семейства собрал своих всех членов своей семьи и вопиет к Богу чтобы Господь Бог Отец наш небесный ты обещал в молитве отчина ждать нам хлеб насущен дай нам этот хлеб вот он отправился в этой лодке не зная куда где где пристанище кто его примет как Господь усмотрит друзья но они не отрекаются от Господа ради того чтобы найти просто кусок хлеба у буддистов вот это реальность вот в таком положении они встретили Рождество в этом году вот в этой реальности они продолжают жить и отстаивать исповедовать Господа и укореняться в своем исповедании малочисленный остаток в странах Ближнего Востока там находятся христианские общины в Ираке в Ливии в Ливане в Сирии Ирак Сирия и Ливан некогда были колыбелью христианства но сегодня многие христианские общины разорены этими экстремистами исламистами которые уничтожают их целыми городами и целыми деревнями разоряя все храмы Ближний Восток там разрушаются все дома молитвы верующих Сирия там разрушено великое множество церквей вот один из документальных снимков разваленные дома молитвы но верные Господу христиане идут к месту разоренных домов молитвы чтобы помолиться там за тех кто их гонит они приходят к этим разоренным алтарям и молятся за гонителей любите врагов ваших и благословляйте проклинающих вас и любят мусульм они приходят к нам и говорят во имя нашего Бога террористы как вы знаете это известный был материал который был правда в 2016 году когда было сделано показательное убийство 30 эфиопских христиан когда их всех поставили на колени одели в оранжевую униформу и половина из них выстрелами в голову были убиты а половина из них головы были отрезаны брошены в море и красный шлейф красная вся вода в крови была их тела плавали это все снималось на камеру и показывали по исламским каналам вот так будет со всеми христианами которые не примут ислам друзья эфиопские христиане заплатили своими жизнями это наше братство это братство христово которое написано братство любите мы с этим братством намерены вечность проводить это исповедники иисуса христа которых написано видел я под жертвенником души убиенных и сегодня отрезают головы убивают насилуют разоряют дома отнимают имущество в этих странах ближнего востока индия там население 1 миллиард 339 миллионов человек это по конституции светское государство но как вы видите здесь доминирует индуизм 80 процентов населения ислам 13 процентов христианство всего 2 процента и источник источником гонений в индии являются вот эти кланы представляющие вот эту религию индуизм в индии гонения сопровождаются унижением избиением смертью у меня есть документальное видео там где все христиан полиция собрала на площади и отдала во власть толпы и полицейские отвернулись чтобы эти христиан убивали и их там убивали до смерти палками пинали бросали камни в голову а полиция в это время стояла спиною к этим мученикам которые просто убивали публично огромная толпа вот этих озверевших людей делали совершают как в средневековье совершали вот такую расправу при полном при полном невмешательстве органов правопорядка которые молча подстрекали к этому по-нежелу 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот здесь в северной части Судана большая часть мусульманского населения, но здесь живут в южной части Судана много христиан. Основная религия это 70% исламистов, а христиане составляют от общей статистики всего 5%. Политика правительства по исламизации Судана. В 2012 году до 700 тысяч человек исповедующих христианство были лишены гражданства с предупреждением в срок до 8 апреля покинуть страну навсегда. 700 тысяч человек правительственным указом в одночасье были лишены гражданства, им было приказано, они не покинули, они остались, остались на своих местах и начались кровопролитные войны, начались аресты, убиения, расправы над ними. И это длится по сей день. На севере с югом находятся в состоянии войны, и церковь находится как между молотом и наковальней в положении непрекращающихся гонений. Один из пасторов Судана написал такие слова. Они опубликованы в информационном листке миссии фонд Варнавы. Меня очень вдохновило изучение страданий Христовых, потому что много раз я испытывал прямые косвенные гонения со стороны родственников. Я понял, что в сравнении со страданиями Христа, которые Он перенес за всех нас, мои испытания – это ничто. И еще мы узнали, что страдания за Его имя укрепляют нас внутренне. То есть они черпают в страданиях Христа силы все претерпевать и оставаться верными до конца. Вот фотография разоренной церкви. Когда церковь у них отняли, они стали собирать, проводить богослужения в горах, прячась от гонителей. И вот видите, вечеря. Вот здесь столик, и тут чаша, хлеб. И вот они так совершают вечерю. Это похоже на недавние времена у нас. Помните, как в Дедовске в лесу мы также совершали вечерю Господню по колено в снегу, правда. Ну так вот, христиане Судана никуда не убегают из своей страны, им бежать некуда. У них их никто нигде не ждет. И дальше продолжают исповедовать имя Господа Иисуса Христа и хранить Ему верность. После того, как в 2011 году обрел независимость Южный Судан, большинство населения которого христиане, правительство Судана объявило о полной исламизации страны. В 2012 году около 700 тысяч человек, исповедующих христианство, были лишены гражданства с предложением в трехнедельный срок покинуть страну. За последние годы были снесены многие христианские храмы. Отдельные верующие тоже подвергаются преследованиям и арестам. В ноябре 2015 года по ложному обвинению были арестованы два пастора Суданской церкви Хасан Абдурахим и Кува Шамаль. Суданский волонтер Абдулманем Абдумаула и сотрудник гуманитарной миссии Чех Петр Яшек. 2 января этого года Суд освободил пастора Куву Шамаля. Судебный процесс по делу остальных христиан продолжается. Признание брата Петра виновным повлечет за собой смертный приговор. В своем письме брат Яшек заявил, «Сам Бог держит ключи от моей камеры и откроет ее в угодное ему время». А вот Казахстан, это реальность наших дней. В этом году там тоже были разгоны, собрания, штрафы. И штрафы были немаленькие. Вот, например, освобожден был после очередных 15 суток наш брат Виктор Кандыба, отец 16 детей. Когда он освободился, все 16 детей его встречали с святами, папу у ворот отделения милиции, где он был очередные свои сутки. И, братья и сестры, в этом нет никакого приключения странного. Для Церкви Иисуса Христа, тело, которое ломимо, это нормальная обыденная жизнь. Платить цену за ученичество, платить цену за исповедание Иисуса Христа. Музыка. 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 церкви, и он ему говорит, вот смотри, все, что ты видишь, это уже не мое, все описано в счет штрафов. И сказали мне судебные приставы, что это уже не ваше, вы должны бережно относиться к своему имуществу, придет время, придут покупатели, они возьмут ваше имущество. Все, говорит, что я приобрел своими руками, да, семье принадлежало, холодильник, стенка, диваны, гараж, машина, стиральная машина, уже все не мое, говорит, все описано в счет штрафов. И вот в этой реальности живут христиане у нас, в нашей церкви, в Узбекистане, и Богу служат, и собрания не прекращаются, и молятся не под одеялом, и не говорят, братья и сестры, ну раз так тяжело, ну хватит уже собираться с нами вместе. Нет, ободряют друг друга, будем и дальше платить, хотя они становятся вечными должниками перед государством, потому что штрафы огромные, а зарплаты мизерные, и своим имуществом платить, в общем-то, не ну не все в силах, у многих неверующие родственники, допустим, мама а дочери, а живет в семье неверующей дочери, а у мамы маленькая пенсия, и вот неверующие родители говорят, мама, ты долго еще будешь своим сектантом ходить? Уже скоро нам, говорит, квартиру опишут в счет твоих богослужений, может уже хватит, пора заканчивать. Она говорит, нет, доченьки, я, говорит, буду ходить до конца, пока Господь силы дает. И таких очень много. Таких очень много. Итак, христиане являются самым гонимым религиозным сообществом на планете. В более чем 60 странах христиане подвергаются гонениям за веру. Каждый месяц более 300 христиан умирает за свою веру. Разрушается более 200 церквей, совершается почти 800 насильственных действий, такие как избиение, насилие, похищение, насильственные браки, аресты и другое. Гонение на христиан в наше время достигло беспрецедентного уровня. Нынешние гонения на христиан в мире достигли беспрецедентных масштабов и жестокостей, как подтверждают это данные статистического отчета многих христианских организаций. В отчете одной благотворительной организации говорится, что нынешние гонения на христиан самые широкие и жестокие за всю историю. Причем христиане не только преследуются более упорно, чем другие любые религии, но и способы этих преследований все более ужесточаются. Надо к этому добавить то, что ошибочно думать, что самой большой угрозой для христиан является ИГИЛ или исламские экстремисты. Друзья, в так называемых христианских странах, европейских, Америка, которая за 300 лет не запятнала себя религиозными гонениями, страдают желающие жить благочестиво. В чем эти страдания? Все эти страны приняли решение о гендерном равенстве, о том, что вот эти все садомиты, представители этих садомских меньшинств, они имеют право заключать браки, их осуждать нельзя, грех называть грехом нельзя в зарегистрированных церквах. И вы знаете, это причиняет много страданий. В Швеции пастор шведской баптистской церкви был осужден за то, что он с кафедры назвал грех грехом. Садомский грех был назван грехом. Его осудили, первая инстанция приговорила к тюремному заключению, он подал апелляцию, вторая инстанция признала его решение и только третья инстанция отменила, а он 9 месяцев в тюрьме отсидел. И ни одна баптистская церковь, ни один пастор европейских баптистских союзов не пришел к посольству Швеции и не сказал, освободите нашего брата пастора, мы такие же, как он. Мы такие же, мы также мыслим, мы также будем отстаивать истину, для нас также это является грехом. Он страдал при полном безмолвии всех христианских баптистских церквей в так называемой свободной христианской демократической Европе и Америке. Америка, если взять, вот я помню, был, там есть так называемый библейский пояс штата их, которые, ну где больше доминирует баптистов население. И вот представители этих садомских меньшинств, два мужика пришли к христианской пекарне, где заведует христианка, у нее своя пекарня, свой магазинчик по производству кандидерских изделий. Эти два мужика заказали им на свадьбу торт спечь. И текст писания, чтобы там был написан, любите друг друга из Библии. Цитата. И наша христианка, сестра отказала им печь торт. Сказала, что нет, я вам такой услуге отказываю, вот там есть соседний еще пекар, не им заказывайте. Они написали, подали соответствующий иск, жалобу. В общем, суд присудил оплатить штраф за моральный ущерб в 130 тысяч долларов. За оскорбление в гендерном неравенстве, в гендерном неравенстве. 130 тысяч долларов за отказ испечь торт садомитом с цитатой из Библии. Бог есть любовь. Вы знаете, разорили ее бизнес, отняли у нее, конфисковали все, что у нее было нажито за всю жизнь. Все, в счет этого штрафа. Но когда христиане Америки об этом узнали, об этом написали в средствах информации, появился банковский счет, на этом счету скоро появилась сумма гораздо больше, чем этот штраф, чтобы компенсировать этой сестре опять приобрести, опять встать на ноги и так далее. Но это все при поддержке государства. Если у вас зарегистрированная допустим, богословская семинария в Америке, имеющая лицензию от государства, соответствующий сертификат, и к вам придут садомиты и говорят, мы хотим получить богословское образование, вы не имеете права их не принимать богословскую семинарию, потому что это и есть преследование гендерное неравенство. Если человек хочет быть богословом, ты не имеешь права его не принять. Это защищено декларациями ООН и так далее, соответствующими международными всеми обязательствами всех этих стран. Ты обязан принимать. Если ты не принимаешь, у тебя отзывают лицензию, соответствующая разряется вся библейская семинария, все вы не соблюдаете, вы себя ведете не по правилам. Друзья, откуда приходят и страдания? Вроде бы страны, где никогда не было насилия, все так хорошо. Откуда приходят страдания для желающих жить благочестиво? Мы видим, друзья, что в общем-то церкви, невестии Христа, нигде не будет места, везде. И она страдала от иудеев, она страдала от римских императоров, она страдала от царей, она страдала от католиков, она страдала от православия, она страдает от ислама, она страдает от демократии. Друзья, где место пристанющей церкви? Нигде. Под крылами его будешь безопасен. Вот приходит такое время, когда мы начинаем понимать, что есть только одно место под крылами всемогущего Бога, где церковь безопасна. Только с Господом. Тот, кто сына своего не пощадил, как с ним и не дарует нам всего. Господь обещал нас хранить и оберегать до пришествия своего. Я сделал подборку некоторых цитат разных людей, которые говорят о масштабах, больших масштабах преследования христиан. Например, одна женщина говорит так, я не скорблю, мой сын мучник за Христа. Я молюсь о том, чтобы наш Господь тронул сердца убийц, чтобы им не было места в аду. Это матч убитого террористами ИГИЛ. Ее сына убили 15 февраля 15 года. Он был египетским христианином. То есть христиане не имеют зла, они молятся о тех, кто убивал, кто отнимал у них жизнь. Друзья, для чего нам нужно знать эту информацию? Во-первых, мы через эту информацию видим ломимое тело Иисуса Христа по всему миру. Если нам хорошо, значит кому-то нехорошо. Если у нас свобода, значит где-то не свобода, а мы являемся одним телом в Иисусе Христе. Во-вторых, мы видим, как исполняются слова Иисуса Христа о том, что будете ненавидимы всеми народами за имя мое. Умершлен верный свидетель мой Антипа. За верное свидетельство убивают сегодня во многих странах мира. Затем мы видим стойкость и верность христиан в разных местах и их стойкость вдохновляет нас. Все наши проблемы на фоне того, что переживают христиане в мире, это ничто. Мы начинаем понимать, что то, на что мы жалуемся, на это на самом деле, об этом не стоит вообще внимания обращать. Это легкие, кратковременные, а вот у них тяжелые. И друзья, это очень важно, как Давид говорит, глаза мои на верных земли. Мы должны смотреть на верных людей, учиться их верности. Их жизнь нас чему-то учит, она несет огромный нравственный духовный урок для каждого ученика Иисуса Христа. Мы видим, что сатана не изменил свою тактику. Никогда страна в отпуск не ушел, и он не изменит свое отношение к верным последователям Иисуса Христа. Никогда. Мы видим, что христиане нуждаются в молитвенной поддержке. Братья и сестры, часто ли мы молимся о христианах в Сирии, в Ливии, в Иране, в Ираке, в Пакистане, в Северной Корее, в Китае? У нас часто звучат эти молитвы? А нас молились христиане, не учи баптистами. Вот пять тысяч женщин из Голландии, которые были лютеранами, лютеранского вероисповедания, они стояли с плакатами у советского посольства, а на этих плакатах было написано «Освободите Серафиму Юдинцеву, мать 13 детей». Они не были баптистами, но они сострадали нам, они молились о нас. А мы о лютеранах молимся? Или они не из нашего братства? Союзов много, а братство одно. Это братство верных и святых. Это братство, идущее путем исповедания Иисуса Христа, из всех племен и народов. Это братство и в Северной Корее, и в Китае, и в Пакистане, и в Судане, мы его везде сегодня видели. И вот это братство и надо любить. Это наше братство. Не должно быть такого узкого сектантского понимания, что будто наше братство это только та территория, на которую распространяются решения наших соборных съездов. Вот кто нашим съездам не покоряется, это не наше братство. Это очень удобная формулировка, очень удобное объяснение. Союзов много, а братство одно. Братство мучеников и убиенных. С этими людьми нам вечность проводить надо, друзья. И о них надо молиться. И поэтому мы об этом говорим, чтобы возбудить дух ревности, чтобы нам молиться об этих христианах. Они нуждаются в служении заступничества. Это служение должно развиваться. Мы призваны быть, друзья, верными Христу до смерти. Мы еще не знаем, какие времена к нам придут. Я надеюсь, что сегодня Дух Святой что-то говорил к нашим сердцам. Я надеюсь, что мы сегодня почувствовали сегодня какое-то внутреннее духовное родство с этими христианами, которых отдавали жизнь свою за Христа, проповедовали о Христе. Если смотреть на этих мучеников, знаете, с точки зрения найти, в чем между нами ими разница, то мы, может быть, много найдем отличий. А если смотреть на них с точки зрения, как Варнава смотрел, увидев благодать Божью, возрадовался. Братья и сестры, мы очень разные, и мы должны смотреть не с точки зрения, в чем между нами разница, а увидеть великую благодать Божью, которая наполняет сердца этих мучеников, которые стремились всеми силами Господу быть верными, и которые, вот удивительно, вдова говорит, что мы молимся за тех, кто убил нашего мужа. Когда родственники убиенных молятся за мусульман, говорят, это не враги наши, молитесь за обижающих вас, любите врагов ваших, и продолжают сеять вечные семена Евангелия среди этого враждебного мира, проповедуя действительно послание Божьей любви. И не просто благовествовать сегодня в Израиле, не просто благовествовать сегодня ортодоксальным евреям, не просто благовествовать сегодня исламистам, не просто благовествовать сегодня в так называемой демократической Европе, где признали садомские эти извращения узаконенными браками. Не просто благовествовать, братья и сестры, нигде. Везде свидетельство о Господе Иисусе Христе, оно вызывает ярость, ярость Антихриста. И это и есть узкий путь, которым идут многие страдальцы на нашей планете. И наша сегодняшняя задача, друзья, закончить наше служение коленопреклоненной молитвой и помолиться, и помнить, что тело Иисуса Христа всегда ломимо. И взирая на кончину их жизни написано, подражайте вере их. Наша вера должна укрепляться, когда мы смотрим на жизненный путь тех поколений, которые прошли до нас. Аминь. Аминь. Помолимся. Аминь. 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 Продолжение следует...